Наверное, каждый человек, кто изучает английский язык, когда-то пробовал смотреть фильмы в оригинале. Но всё идёт примерно по такому сценарию. Человек начинает смотреть фильм, не понимает актёров, теряет мотивацию и забрасывает это дело. И тут я соглашусь, действительно, произношение актёров, грамматика, натуральная быстрая речь, всё это не даёт новичку полностью понимать фильмы. И даже у людей с неплохим уровнем языка всё равно не получается смотреть фильмы. В этом видео я как раз хотел предложить свой вариант изучения английского языка по фильмам. Самая главная вещь, которая нам понадобится, это скрипт. Скрипт — это такое листок, где написаны все слова актёров. То есть вы заранее сможете предугадать, о чём говорит актёр. Увидите всю его речь. Давайте вместе посмотрим, например. Сейчас вы увидите слова актёров и затем вырезку из фильма. Уверен, сейчас вы всё поймёте. Уверен, что сейчас вы поняли абсолютно всё. И таким образом мы и будем смотреть наши фильмы. Сначала мы с вами читаем скрипт, разбираем его и затем смотрим кино. Хочу обратить внимание, что это только один из способов изучения английского по фильмам. В будущем я буду снимать и другие ролики по этой теме. Уверен, что такой формат просмотра фильмов, несомненно, поднимет вашу мотивацию. И плюс вы будете улучшать навыки аудирования. То есть так вы будете лучше понимать речь, вы выучите больше слов и сможете понимать носителей языка гораздо лучше. Сейчас для наглядности давайте посмотрим ещё на один пример. Сначала мы читаем скрипт, а затем смотрим фильм. Чтобы такой способ просмотра фильма был ещё эффективнее, давайте посмотрим на следующие рекомендации. Итак, совет номер один. Не следует смотреть фильм полностью. Это очень сложно. В фильме очень много незнакомых слов, незнакомые произношения. И так вы будете просто себя изматывать. Я рекомендую максимум 10-15 минут. То есть берём свои любимые сцены из кино, находим их в интернете, можно даже искать на ютюбе. И затем подбираем скрипт и смотрим. Я считаю, что отрывок 10-15 минут из кино это самый оптимальный вариант. Совет номер два. Не переводите и не учите абсолютно все слова из вашего отрывка. Обращайте внимание только на самое важное. То есть если перед вами огромный скрипт и там куча незнакомых слов, вы берёте только то, что мешает вам пониманию этого отрывка. Другие незначительные слова лучше вообще не трогать. Пусть это будет просмотр фильма в удовольствие. И заключительный совет. Не стоит смотреть скрипт и фильм одновременно. Что я имею в виду? Для того, чтобы учение было максимально эффективным, вам сначала следует просто просмотреть фильм, ваш отрывок. Затем вы смотрите на скрипт, изучаете новые слова, которые именно важны для понимания этого отрывка. И затем вы смотрите ваш отрывок снова, не глядя на скрипт. Так со временем вы будете по кирпичикам строить ваше понимание речи и сможете понимать носителей и смотреть фильмы в оригинале. И ещё раз хотел повторить. Этот способ подойдёт для тех людей, у которых уже есть какая-то база. То есть вы знаете базовую лексику, вы устроите приложение и так далее. Ну и, конечно же, этот уровень продлевается до Intermediate. Потому что на уровне Intermediate, сам знаком с такими людьми, они уже очень хорошо говорят, но всё равно плохо понимают английскую речь. Поэтому для уровня Intermediate это тоже будет очень кстати. Если вы задумались, как найти скрипт, то мы поступаем следующим образом. Открываем Google и делаем следующий запрос. Скачать английские субтитры для фильмов. Вы переходите по самому первому сайту. Смотрим Begin English. И тут у вас есть, получается, все субтитры. Почему я говорю про субтитры, а не про скрипт? Дело в том, что субтитры это, можно сказать, равно скрипт. Потому что когда вы открываете субтитры, вы увидите все слова актёров. Давайте посмотрим. Допустим, Адвокат Дьявола только сейчас скачал. И смотрите, тут есть все слова актёров. То есть мы с вами просто печатаем и затем работаем с этим скриптом. Тут я открыл только первый попавшийся сайт, но вы можете смотреть и другие. Поэтому если вашего фильма нет на первом, просто открывайте другие сайты и ищите. И последняя моя рекомендация на сегодня – не выбирайте сложные фильмы. Если вы выберете «Игру престолов» либо «Острые козырьки», то там вы найдёте очень много специфичной лексики. Чтобы понять, подходит вам фильм или нет, вы просто можете скачать скрипт. Пробежаться по скрипту, посмотреть, какая там лексика. Если не сложная, то можете начинать смотреть этот фильм. Если сложная, то ищите что-то попроще. Кстати, а какой фильм вы хотите посмотреть в оригинале? Оставьте свои предложения в комментариях, и я скажу, подойдёт вам он или нет. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Буду ждать вас на своём канале. Подписывайтесь, и скоро я выпущу другие ролики. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!